Я пришёл, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Такими словами Господь в Евангелии от Анны говорит о цели Своей миссии, о цели прихода Христа в этот мир, о цели Богооплощения — насытить нас жизнью. То есть христианин — это человек, который максимально усваивает дар жизни, данный ему Богом. Но что же мы, друзья мои, видим в нашей реальной христианской жизни? Надо сказать, что жизни нам как раз и не хватает. Вот тот вопрос, о котором следует нам сегодня поговорить. Поэтому, здравствуйте, друзья мои! Мир и благословение вашему Дому! Мы сегодня поговорим с вами о жизни христианина, о том содержании нашей жизни, о стиле этой жизни, о том, что это такое быть живым человеком. Не секрет, что существует определенный образ верующего человека, современного образа, который довольно устойчиво транслируется среди людей не церковных, не верующих. Если мы говорим православный человек, православная женщина, православный активист, православный верующий, у человека нашего времени, светского, возникает некоторый устойчивый образ. Он возникает, кстати, не только у светского человека, но и у человека вполне церковного. Один молодой человек мне даже говорил, что всеми силами старается искать невесту, но только не среди православных девушек. Хотя он верующий человек, он посещает церковь с детства и хочет создать крепкую, нормальную семью. Но почему-то образ православной девушки его отпугивает. Образ православной женщины, православного писателя, мыслителя, актера отпугивает светских людей, боятся иметь с такими дела. Почему? Потому что одна из черт этого образа, универсальная, это то, что чаще всего православный верующий человек, это человек испуганный, слабый. Человек, который в штыки воспринимает любую активность творческую. Человек, который склонен к малодушию и депрессии и не способен к самостоятельному творческому труду. Не обижайтесь, друзья мои, потому что я ведь тоже православный человек, и эти черты можно приписать и мне. Но согласитесь, несмотря на то, что много в этом описании карикатурного, шаржированного и даже просто обидного, мы должны сказать, что что-то справедливое в этом есть, какая-то правда присутствует в этом образе, который отпугивает даже православных людей. Склонность к депрессии, склонность к какой-то слабости, рыхлости в поступках, в мышлении, в поведении. Мы действительно склонны к депрессиям, мы действительно пугливы. Этого у нас не отнять. Поэтому молодые люди, некоторые так и говорят, что верующий человек — это прежде всего слабак. А я человек сильный, поэтому в церковь не пойду. Интересный аргумент, о котором следует, может быть, отдельно поразмышлять. Но тем не менее, пожалуй, каждый православный человек скажет, что приступы депрессии, религиозной депрессии, религиозного характера у него случались. Есть те моменты, когда вы утром не хотите просто просыпаться, потому что возникает мысль, у меня нет оснований жить. Меня мучают или грехи, с которыми я не могу справиться, страсти, или же просто сложные коллизии обязанностей, как верующего человека, как руководителя, как главы семьи, предпринимателя. Какая-то путаница в правилах, в наших нормах, ритуалах, предписаниях святых отцов, которые иногда противоречат друг другу. Нам очень сложно снимать, как во старину говорили, снимать с кого-то узоры, потому что те образцы, которые нам предлагает святоотеческая литература, они, в общем-то, описывают тип поведения монаха и священника. Ведь откройте наш месяц и слов, большинство прославленных святых там монахи и епископы в большей степени. Но ведь церковь не исчерпывает, церковь не исчерпывается монахами и епископами. Мы же должны искать какой-то стиль поведения, стиль реализации себя, какой-то практики себя, стратегии жизненной, ориентироваться на кого. И здесь для большинства из нас образ верующей православной женщины, тех самых белых платочков, он самый доступный. Но ведь мы не можем все, и мужчины, и женщины, молодые, пожилые, старые, люди с разными профессиями, взглядами, с разной ответственностью жизненной, брать пример только женщин. Но надо сказать, что этот тип поведения женской, женской религиозности, женского православия, он возобладал. И более того, вы, может быть, замечали, что православный верующий человек, вот он как только начинает ходить в церковь, он сразу как-то, простите, обабливается, превращается почему-то в женщину. Такой есть момент. Ни в коем случае не обижайтесь на это. Это просто, знаете, такая культурная путаница, потому что мужчин как-то истребили верующих православных, и поэтому ориентировались вот на такой тип поведения, полумонашеской, полумонашествующей женщины. Но ведь это неправильно. Это неправильно. Дело в том, что мы смотрим на наших светских друзей и иногда им даже завидуем, потому что они свободны. Они порхают по жизни, летают, позволяют себе путешествовать, занимаются спортом, занимаются предпринимательской деятельностью без оглядки на какие-то укоры совести. Они могут сидеть спокойно, смотреть футбол, без того, чтобы, например, не задавать себе вопрос, а православно ли это, а нормально ли иметь такой азарт. Один из моих любимых писателей русских, на которых мы выросли, Борис Житков, прожил очень интересную жизнь. Вы знаете, что он был и балетмейстером, и химиком, и медиком, и юнгой на корабле, и путешественником, даже революционером. Объехал весь земной шар, в конце концов стал литератором, а в конце жизни увлекся игрой на скрипке. И так полюбил это дело, что, хотя у него и не очень получалось, но он дни напролет, в любую свободную минуту, пилил на скрипке, играл с огромным удовольствием. Так вот, у него есть такая фраза, которую я прочел, и у спел на них Лидии Чуковской. Она восхищалась этим человеком, она знала его с детства. И он фонтанировал необыкновенным жизнелюбием и жаждой жизни. И однажды он сказал такую фразу. Подумайте только. Он говорит, я жду, когда наступит следующий день, как ребенок, которому подарили коробку игрушек, и он им может распаковать только завтра. Вы представляете, какое удивительное жизнелюбие? Какой для нас пример, для православных людей, которым Господь дал жизнь с избытком, которых Он заразил жизнью. Мы должны быть как раз именно такими живыми людьми. Мы должны с жаждой ожидать следующего дня, не прятаться в сон, не избегать и думать, ах, если б к утру умереть, так лучше было бы еще, а жаждать этой жизни, жаждать творческих свершений, жаждать каких-то новых открытий, новых встреч, новых дел. Вот это совершенно нормальное состояние человека. И вы мне скажете, что же выходит, что православный человек должен, обязан быть активным, быть предприимчивым, быть творческим? И я отвечу, нет. Я всего лишь хочу сказать, что у каждого из нас свой стиль жизни и стиль поведения. И если вы аскетически настроенный интроверт, это вовсе еще не значит, что все православные должны быть такими. Я думаю, что среди педагогов, которые учат детей боксировать, среди путешественников, которые отправляются в кругосветное плавание, среди актеров, которые с удовольствием делают свою работу, среди режиссеров, операторов, среди художников, среди врачей, шоферов, которым нравится жить и нравится их работа, есть люди подлинно святые, подлинно святой жизни. Но мы должны равняться на эту жажду жизни, искать ее, потому что Господь создал нас именно для этого, для того, чтобы мы жили, и жизнь приносила нам радость. И только тогда, будучи такими благодарными людьми, благодарными детьми Божьими, которые этот дар жизни, жажду жизни восприняли, мы миссию свою на земле выполним с честью. Продолжение следует...